Добрый день. Газспецстройконтрол. Город Дмитров. Ежегодная проверка технического состояния газового оборудования. Сотрудник специализированной организации технический осмотр газового оборудования проводит в присутствии жильцов. Однако стоит помнить, что прежде чем кого-то впустить в квартиру, следует удостовериться, что перед вами сотрудник именно той организации, которую он называет. Естественно, он должен быть в форме, где также есть знаки отличия специализированной организации, название непосредственно. Он должен предоставить удостоверение, где прописана его должность, фамилия, имя, отчество, там есть фотография. QR-код также можно проверить на сайте, что действительно это сотрудник нашей обслуживающей организации. Вопрос газовой безопасности в многоквартирных домах стоит на особом контроле администрации Дмитровского городского округа. Всего у нас 1516 домов, 71% домов газифицированных. Обслуживающая организация, специализированная организация, их 5 у нас в округе. Две крупные управляющие компании, это ООО «Спецгазстройконтроль» и ООО «Ситигаз». У них порядка 20 тысяч лицевых счетов находятся на техническом обслуживании. Сотрудники «Спецгазстройконтроль» техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования проводят согласно утвержденному графику, который всегда в доступе для жителей округа. Вставляется ежегодный, изначально ежегодный график, где полностью жилой фонд делится по каждому месяцу. Данный график предоставляется управляющей компании, он есть у нас на сайте, он есть на сайте администрации. Дальше уже идет распределение непосредственно по датам месяца. Каждому сотруднику ежедневно выдается задание «Свой дом на свой день». Соответственно, вывешиваются объявления как стороны управляющей компании, так и нашими сотрудниками они дублируются. Если абонента нет дома, вот первая проблема – отсутствие жильцов в то время, когда проводится техническое обслуживание. Слесарь оставляет на ручке двери бегунок. Это маленькая информационная бумажка, где прописано, кто приходил, зачем приходил и по какому номеру связаться. Абонент может позвонить в организацию и в удобное для него время мы придем. Но опять же таки, в то время, которое разрешено нормами проведения работ по газовой безопасности. Контроль за деятельностью специализированных организаций, занимающихся техническим обслуживанием газового оборудования многоквартирных домов, осуществляет Государственная жилищная инспекция Московской области. В совместном рейде принял участие заведующий территориальным отделом номер один госжилинспекции Евгений Кузин, который рекомендовал вести постоянный контроль за состоянием не только газового оборудования, но и вентиляционной системы. В холодное время года, как показывает практика, люди начинают греться от газовых конфорок, и поэтому вентиляция должна работать постоянно. Зачастую в такого года построить и домов, в проекте, естественная вытяжная вентиляция. Что она подразумевает под собой? Это естественный приток воздуха. Почему специалист попросил открыть окно? Если мы, к примеру, сейчас окно закроем и попробуем приложить лист бумаги, куда-то должен уходить угарный газ, то не приклеится. То есть у вас вентиляция не осуществляется. То есть если мы открываем венточник, но данное мероприятие для проверки, это когда на улице разница температур 17 градусов. То есть должен быть приток воздуха, вот приточная вентиляция, приточная вентиляция работает. То есть это элементарно. Вы постоянно смотрите за техническим состоянием решеток, прочищаете, очищаете, чтобы обязательно была вытяжка. И при использовании газового оборудования также открываете окно, чтобы был приток воздуха. По окончанию проверки внутриквартирного газового оборудования сотрудник спецорганизации выдает акт технического обслуживания, где указана дата его проведения. Далее жильцу квартиры проводится краткий инструктаж. На газопровод внутри квартирного газового оборудования желательно не присоединять никакие провода, чтобы не создавать потенциал на трубе, не навешивать дополнительные элементы гарнитура кухонного, это шкафы, и чтобы газовый кран, то есть кран на опуске, постоянно был в свободном доступе. То есть в случае каких-то непредвиденных обстоятельств запах газа, вы бы смогли его свободно перекрыть. По словам специалистов, из 10 планово проверяемых квартир в трех выявляется утечка газа, при том, что жильцы квартир об этом и не подозревали. Газ, он хоть и адресируется, адоран добавляется, но есть конфорки, которыми редко пользуются, духовыми шкафами редко пользуются, у кого-то принудительная вентиляция, постоянно работают, потому что дома курящие люди. Люди не чувствуют запах газа, либо принюхиваются к нему. И, соответственно, когда сотрудник приходит и выявляет эту утечку, люди очень удивляются то, что утечка. Если до настоящего времени вы не задумывались о состоянии своего газового оборудования, то сейчас пора задуматься и начать следует с документов. Проверьте, есть ли у вас договор внутриквартирного газового оборудования. Если у вас его нет, возможно, он заключен договором оферты. В любом случае обратитесь в управляющую организацию и уточните, кто обслуживает внутриквартирное газовое оборудование. Если же вы знаете, кто обслуживает у вас внутриквартирное газовое оборудование, посмотрите последний акт технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. И не подошел ли срок этого обслуживания. Ежегодно должно это оборудование обслуживаться. Халатное отношение к внутриквартирному газовому оборудованию ведет за собой непоправимые последствия. Госжилинспекция Московской области призывает быть ответственнее в этом вопросе. Чтобы жители также понимали, не заключают договор технического обслуживания, не пускают в жилое помещение спецорганизацию. У госжилинспекции есть административный рычаг воздействия в виде штрафов. Но жизнь человека не исчисляется в суммах. Поэтому стараемся в рамках этих мероприятий намного максимально жителям объяснить, то, что вопрос не в штрафных санкциях, а вопрос в жизни людей, не только их, а всего многоквартирного дома. Продолжение следует... Продолжение следует...